Вот последние много-много лет все говорят о национальной идее. Какая бы национальная идея могла объединить нашу страну и как бы двинуть ее вперед в плане прогресса, в плане моральных устоев, нравственности. Ведь мы за последние десятилетия растеряли вообще даже понятие такое нравственность, совесть и много-много других понятий, которые составляют основу человеческого бытия. И как бы кто-то не хотел, чтобы это не было главными темами нашей внутренней жизни и бытия государства, но не может быть государство без каких-то определенных нравственных устоев. Именно поэтому те, кто хочет развалить нашу страну, прежде всего делают удары по нашей нравственности, по нашим традициям, по нашей вере, то есть по тем устоям, на которых стоит человек и государство, естественно. Потому что государство – это просто территория, а его быт, его бытие, бытие государства, определяется все-таки людьми. Ведь возьмите такая вещь, как Украина. Сколько потребовалось лет, ну 20 с лишним лет, для того, чтобы перестроить мозги прекрасного народа, братского народа, перестроить таким образом, что они стали нашими врагами. Говорить о том, что там отдельно взятые люди ненавидят Россию, ну сейчас абсурд. Понимаете, пропаганда, средства массовой информации, все, что несет какую-то информацию и может повлиять на человека, все настроено таким образом, чтобы разрушить даже связь между Россией и государством. Сделать из украинца врага России. Я очень много бывал раньше на Украине, давно не был, ну в связи с последними событиями, что-то не очень хочется туда ехать. Но, понимаете, там последние, да, вот десятилетия было отношение внешне улыбчивое, благожелательное, доброжелательное, но на самом деле там созревало вот это отрицательное отрицательное отношение к России. Но, понимаете, говорить сейчас о нравственности украинской власти, украинской, так сказать, элиты бессмысленно. И они просто в связи с тем, что у нас не так много времени, чтобы мы могли поглубже разобрать этот вопрос, но, понимаете, все безнравственно, а в результате льется кровь, люди голодают, люди живут в нечеловеческих условиях, они недочеловеки, по мнению руководителей украинских. То есть посеянная вражда, она бьет и по самим украинцам. Понимаете, что посеешь, то и пожнешь. Другого не бывает. Аминь.